Кстати, а что в комментариях по поводу прошлого ролика пишут? Игр в кухню, да это божественно. Орел и решка Гаврилов Эдишн, поддерживаю идею. Очень понравилась рубрика, снимайте ее почаще и заодно готовьте. Ого, еще такую рубрику, сделайте пиццу. Это идея, звоню Димону. Алло, Димон, тут предложение есть. Какое? Давай подлетаю, кое-что интересное для тебя. Димон, как смог, что случилось? Здорово, предложение есть. Какое? Катарить пиццу будешь? Да. Есть монетка и это шоу? Блогеры на кухне. Орел? Решка. У меня выпал Орел, у меня безграничный бюджет. Наконец-таки, иди бомжи на тебе 10 рублей, 200 рублей у тебя бюджет, покупайся ингредиенты для пиццы, а мы будем начинать. А самое интересное, мы начнем, я-то поеду, а не поеду. Расскажу о сегодняшнем спонсоре. GTA 5 RP. Это та же GTA 5, которую мы так любим, но с элементами роллплей, где ты можешь делать все то, что и в реальной жизни. Заводить отношения, строить бизнес, стать врачом, гонщиком. Только ты выбираешь, кем станет твой герой. Кстати, в игре полно лицензированных авто. От Джигули до Бугати. И с каждым обновлением машин становится все больше и больше. Зацени игру про реальную жизнь по ссылке в описании. Ну что, мы пришли в магазин, у нас бюджет не ограничен сегодня. Диму, он будет страдать так ему и нужно. Мы закупим сейчас всего самого лучшего. Купим муку, купим дрожжи и все, что нужно для теста. Погнали. Ребята, я увидел мясо, продукты, овощи, фрукты. Это именно то, что нам нужно. Мы идем выпрашивать продукты. Ребята, пойдемте, пойдемте. Ну, 200 рублей, конечно, тратить не буду. Дима бизнес, так сказать. Наконец-то заработаю. Мы пришли в отдел с мукой. Муки у нас много. Смотри, возьмем килограмм муки. Думаю, этого будет достаточно. Можно любую. Давай вот эту тут возьмем. Еще надо, понял, тесто готово взять. На всякий случай, вдруг мы закосячим с мукой, не сможем чего сделать. У нас будет тесто готовое. Поэтому нормальная тема будет. Есть мука. Сколько она стоит? Она у нас 139 рублей четко. Для муки нужны дрожжи. О, для пиццы. Вот. Это то, что нужно. Дрожжи для пиццы. Смотри. Видишь? Нормальная тема. Есть дрожжи. Они стоят у нас 18 рублей. Я не знаю, давай вот три штуки возьму на всякий случай. Сколько здесь вообще грамм? Я, короче, не знаю. Мне кажется, что на родной упаковке вообще за голову. Хватит, поэтому нафиг три не нужно. А вот масло оливковое написано. 259 рублей. Да пофигу. О, красивое, смотри. Есть масло оливковое. 259 рублей. Есть мука, есть дрожжи, есть масло. Все. Корж для пиццы уже фактически готов. Но еще нужна соль, сахар. Я нашел соль и предлагаю найти самую дорогую соль. Потому что на сегодня ничего не ограничивает. Поэтому 159 рублей. Берем. Самая дорогая соль. Забираем ее. Берем знакомый нам сахар. Белый, сладкий сахар. Все. Тут очень стремно объяснять продавщице. Там старая женщина. И она стопудик не понимает, чем я таким занимаюсь. И мне сейчас придется это сделать. Ну, пойдемте. У меня к вам такой вопрос. Какие самые дешевые помидоры? Самые дешевые по 80 рублей. По 80. А это если пару штучек? Да. Это сколько выйдет рублей? Ну, не знаю. Давай, подешевле. Можете еще подешевле? А то мы готовим пиццу. Вот меня снимает камера. Вот. И мы сейчас ходим, пытаемся договориться, как можно дешевле. Потому что у меня очень ограничен бюджет. Я должен сделать пиццу. И вы бы мне очень помогли. 12 рублей? Да. А со скидкой? 10 рублей. Спасибо большое. По итогу я купил помидоры на 10 рублей. Ребята, 2 помидора по 10. Нормально. Теперь мне нужно найти мясо для моей чудо-пиццы. У меня еще 190 рублей остается, поэтому денег просто тьма. Погнали. Ну что, народ, я до сих пор в поисках мяса подешевле. Поэтому сейчас мы выбрали вот этот магазин. Попробуем купить себе мясо, чтобы, знаете, такая тоненькая, вкусненькая была пицца у нас. Заходим в магазин внутрь и будем смотреть, что там для нас есть. Интересует за 192 рубля только нужно 50 грамм. Пожалуйста. Как-нибудь, да, нарезать. Прямо буду вам очень благодарен. 300 грамм. А в рублях? Меня в рублях интересует цена. 68. Так. А как-нибудь подешевле что-нибудь другое? Ну, похоже на курицу и подешевле. У меня просто очень ограниченный бюджет. И мне надо уместиться в этот бюджет. И вот 50 граммов мяса мне хватит. Ну что, пацаны, взяли мяска на 25 рублей. Дима экономия в деле. Итого потрачено 35 рублей. Денег еще просто тьма. Не знаю, куда тратить. Хотя нет, знаю. И пойдемте. Я вам покажу, на что я их потрачу. Я лайфхак нашел. Я спрошу, как готовить пиццу просто. А подскажите, с чего пицца приготовлена вот эта вот? Понятно. Пармезан, чеддер. Спасибо, я запомнил. Хорошего дня. До свидания. Пармезанный чеддер. Нужно купить пармезанный чеддер. Пойдем покупать его. Извините, а пармезанный чеддер можете подрезать? Сыры по 100 грамм? Пармезанный чеддер вот такого формата. Сыры есть же у вас? Сейчас нам выпишут чек. Мы просто офигеем. У нас одних сыров, наверное, на 1000 рублей, если не больше. Вот без шуток. По ощущениям, как будто бы этот сыр не стоит класть в пиццу. Это пармезан. Ну, у него довольно-таки специфичный запах. Короче, народ, я смотрю, и тут тоже везде сыр очень дорогой. Мне нужен он очень дешевый. Давайте спросим, сколько будет сыра, типа, на 40 рублей. Самый дешевый сыр нужен. 150 рублей. Это вот колбасный. Колбасный. Можно на 40 рублей? 40. Только не больше, у меня бюджет ограничен. Да? Да. 40 рублей – это прям край. Ты посмотри, какое кусище сыра. Пицца, блин, просто отменная. Я, правда, не знаю, кто делал пиццу из колбасного сыра, но я буду первым. Погнали за следующими продуктами. Ну вот, нормально, этого хватит. Спасибо. Отлично. 219 рублей. Масло сливочное. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу намазать, растопить его, намазать его на корс, с чесноком его обжарить и вот все это на корж намазать. По идее, должно быть вкусно. Как же мне не хватало безграничного бюджета чеснок. Берем упаковку чеснока, секцию чеснока. Чесночок на 8 рублей. Нормальная так-то тема. Томаты. Для пиццы возьмем еще томатов, порежем их, каких-нибудь получше выберем. 339 рублей. Как же мне этих томатов не хватало в приготовке шаурмы. Просто шикарные. Возьмем 3 штуки возьмем, а то вдруг Димон сожрет или украдет. Подтамок у меня сегодня бюджет без ограничения. Я беру на себя вопрос по приобретению напитка. Возьмем 2 дюшеса и возьмем 2 колы. Не знаю, что взял себе Димон, но у меня в при... Понял? Нужно взять готовое тесто. Если я запарю тесто, я сам не смогу приготовить, чтобы хоть что-то у меня получилось. Мне нужно готовое тесто для пиццы. Давай возьмем 2 теста, в общем говоря, на всякий случай, вдруг у Димона будут проблемы, подстрахуем его, собственно говоря, на всякий самый крайний случай, ну и себя подстрахуем. У нас есть еще 2 теста, теперь точно пойдем на кассу. У нас все есть, можно идти расплачиваться. Нужно теперь все упаковать. Интересно, какой у меня чек получился. И также можешь в комментариях написать, что бы ты купил на неограниченный бюджет, и что бы ты добавил в пиццу, и что бы ты вообще пиццу сделал. В этот раз у меня поистине огромный чек, посмотри. Фулл прайс 2153 рубля вышел. То есть сыров и воды на 2153 рубля было закуплено. Неограниченный бюджет оказался не такой уж и нужен на 2000 рублей. Но, в принципе, неплохая пицца получится. Ну что, народ, осталось самое интересное. Куда мы это все будем складывать? В этот раз у нас не лаваш, а тесто, поэтому пятерочку за тесто. Короче, ребята, Данек полный жучара. Я приехал в пятерочку, и здесь нет теста, которого я хотел. Но я видел, что он брал 2 офигенных теста. Я хочу у него сейчас перекупить 1, поэтому здесь теста я не беру. И покупаю у него 1 тесто. Но сейчас будем торговаться с ним. За сколько он продаст, мне тоже очень интересно. Вот, кстати, летит он, летит. Иди сюда, заходи. Мы хорошие новости, Дим. Какие? Пройдем, я тебя познакомлю кое с чем. Пошли, познакомишь меня с кое с чем. Экономно и красиво. А главное, много. Смотри, теперь ты. Мне это нафиг не нужно. Мы сейчас едем или обратно в твой дом. Или сейчас... Едем в твой дом. Нет, делить я не буду. Покупаешь либо... Нет. Мы едем в твой дом. Я готов ходить с ним дрожжами. Нет. Покупаешь муку и готовить себе сам корж. Нет. Я тебе сейчас предлагаю купить у тебя этот корж за 15 рублей. В общем, по итогу мы договорились на 20 рублей. У меня еще 95 рублей на прочие приблуды. Давайте найдем какой-нибудь соус или приправу. Ребята, короче, я нашел соус за 39 рублей. И Серега нам предоставил карту клуба Перекресток, чтобы он стоил еще дешевле. Перекресток. Какая разница? Короче, у меня еще очень много денег. И я купил целый настоящий соус. И я о таком даже и не мечтал. Ребятки, я уже сбился вообще. Че я покупал, че я не покупал. Но за 49 рублей я нашел колбаску для своей вкуснейшей элитной пиццы. Вот колбаса элитная, пицца элитная. Я с ним делюсь своим коржом. Да. Я его покупаю за 20 рублей. Я ему отдаю корж за 20 рублей, потому что он не может его найти. Поэтому, ну что поделать? Поделать ничего, я делюсь вот по-братски. Все. Да, спасибо. У меня все готово, поэтому погнали. Поехали. Ну что, начнем готовку. Ты с чего будешь начинать? Я начну с мяса. Но у меня мясо непростое. У меня мясо с подарочком, ребята. Ой, оно вот просто потрогай. Оно так противно чувствуется. Ой, фу. Зато дешево. А у меня, посмотри, у меня будет пицца много сыров. Несколько сыров я отсырю, потому что они не самого вкусного качества. Не потому что по вкусу вкусно. Так, ребята, минус кость. Я надеюсь, самое красивое на сегодня закончилось. Теперь у меня есть флешечка. О-о-о. Теперь ее разделывай. Теперь мне надо ее заправить. Так, а я просто начинаю натирать сыр для своей пиццы, чтобы потом все это водрузить на тесто, которое я сам соберу. У меня, я еще не сделал пиццу, а уже выглядит очистительно. Муравейник, слышишь, у нее там просто до краю, по крайней мере, они у нее плохие бутерброды выйдут, если плохая пицца. Ну да, уже видишь, что-то. Оператор шарит, он дело говорит. Как бы, если не выйдет пицца, будут бутерброды. Слушай, у меня столько начинки получается в пиццу. Блин, это должна быть очень хорошая, очень вкусная пицца, как по мне. Потому что, как бы, кашу маслом не испортит. Чем больше сыра, тем вкуснее. А еще, если будет не очень хорошо, у нас есть помидорчик, у нас есть чесночок. Кашу сыром не испортит. Чисто, давай вилками будем сырить. Скажи этому ему колбасу. Он бы с этим поспорил. Не испортит. Слушай, выглядит прикольно на самом деле. Слушай, пицца готова. Пицца готова, ребят. Кушать под... Пахнет как офигеть запах. Запах нормальный. Это начинка для пиццы. У нас будет сырная пицца, как я говорил. Решил сделать сырную пиццу. Для чего не чеснок? Чеснок я сделаю из чеснока, сделаю как бы приправу. Я такой... Ты пересолил, ничего страшного, наверное. Ты мне дашь масла? Чтобы, ну, возьми оливкое масло, чтобы попа не погасла. Ну и что, поехали. Самая большая проблема – это тесто. Тесто для муки. Мука у нас, тесто для муки. Тесто для пиццы. Мука у нас есть. Нам нужно, насколько я знаю, немного высыпать на стол, чтобы все наше. Киман. Это, на самом деле, какой-то порталват открыл. Оно уже, посмотри, что происходит. На самом деле, это страшно. Я никогда, повторяюсь, не готовил и не имел дела с мукой, блин. Надо нам сюда, короче, нафигачить муки. Половину, короче, этой вот, наверное. На самый крайний фиговый случай есть коржик, который мы можем использовать. Масло, короче, оливковое. Оливковое масло для офигенной пиццы. Оно открывается как? А, оно уже открыто. Смотри, нам нужна, грубо, одна столовая ложка. Наверное. Это не точно. Ну, наверное, вот так вот. Давай офиганем. Нужны дрожжи. А что они такие пыльные-то? Ема, они пылят. Это жесть. Нам нужно 7 грамм вот этой вот штуки. Это жесть. Просто так вот выглядят дрожжи, кто не знал. Я сам офигел. В первый раз вижу дрожжи. Соли нужно. Сахар, конечно, тут не совсем удобно открывать, но мы попробуем это сделать. Ничего не рассыпать. Теперь заливаем все это дело водой. И сейчас будет самое страшное происходить. Это нужно будет месить руками. Вот так вот руками. Руки чистые, руки я помыл. Кстати, она загустевает, как цемент какой-то. Я думал, она прям будет нормально. Кстати, ее можно вот так вот возюхать. Она будет, мне кажется, мало воды. Я взбил тесто. Посмотри, оно перестало липнуть к рукам. Я когда начинал, это просто был ад. У меня все руки были в тесте. Сейчас оно такое тепленькое. Эту консистенцию имеет интересную. Мне кажется, что что-то у нас, возможно, и получится. Вот так вот его. Но оно перестало липнуть к рукам. И мне кажется, если оно не липнет к рукам, это верный залог того, что что-то идет правильно. Смотри, что получилось. Как вареник офигенно. Настоящее тесто. Смотри, это без прикола. Настоящее тесто. Оно не липнет к рукам. Посмотри, я демонстрирую. Видишь? Вот, чистая рука. Оно не липнет. Мы немножко в эту тару наливаем масло оливкового. Для чего это? Чтобы, когда тесто поднималось, оно могло скользить по стенкам. Оставляем тесто на час. Или сколько там? Час вроде бы. В теплом месте. Ну, должно подняться. И получится нормальное тесто. Тесто наше готово. Как тебе тесто? Не похоже на тесто? Не, похоже на тесто реально. И пахнет так тесто. Ну, прям тесто. И пахнет тесто-тесто. Мы сюда должны раскатать. И попытаться вот из этого. Нет, я предлагаю вообще его располовинить сразу. Потому что этого слишком много. Это очень похоже на пиццу. На тесто реально. Вот, видишь? Она наматывается. Это проблема. Она не должна наматываться. И так, наверное, сделать, чтобы она не прилипала. Почти круг получился. Ты смотри. Реально. Я не знаю, делают ли так пиццу. Но мне кажется, на сухое не пойдет. Ну, наверное, ты прав, Димон. Чтобы пицца получилась классная и сочная, я хочу сделать соус. Ну, не как Димон делает соус из просто какого-то майонеза непонятного. Я хочу растоптать чеснок, пожарить сливочное масло, растопить его и растоптать мелко нарезанно чеснок. Красиво получается прям. Офигеть. Ну, хрен знает, что. Ну, блин, мне нравится. Выглядит аппетитно. Я не вижу, ты прячешь. Подсекретики будут. Подсинься, мне надо чеснок зафигачить. Я хочу здесь сливочное масло и растопить его. Хочу его с соусом, с чесночным сделать. Типа сливочное масло с соусом. Это же типа 4 сыра, поэтому я думаю, что будет топово. А это не много масла? Ну, типа оно растопится же, и должно быть много, чтобы все потом корс намазать всем этим делом. Самое интересное, когда вы смотрите за экраном, вы все косяки замечаете. А вот здесь у меня пицца красиво выглядит. Вообще офигенно. У него вообще почти круг. Ну, то есть нам нравится, что мы делаем. А, что я вилкой тут делаю? Мне опять напишут, что дебил, зачем ты вилкой шкрябаешь? Да, по антибригарному покрытию. Вот, что есть. Вот, вот, вот. У меня писали, типа, как же мне больно. Ты шкрябаешь, а мне больно. Я делаю тему со своим соусом. Не знаю, насколько это хорошая идея, но надеюсь, что это очень хорошая идея. И я выиграю Димона благодаря этому. Видишь, соус сливочный. Наносим его, значит, на наше тесто, которое мы приготовили. Я надеюсь, оно не прилипнет к столу, и мы сможем его... О, ошибка. Я его на противне должен уже делать так. Я должен делать это на противне. Ну, давай рукой, в принципе, сделаю это нормально. Будет так уж страшно, как могло было бы быть. Теперь нам ее нужно перенести чудесным образом каким-то на противень долбанный. У меня вот он, соус мой. Да, я положил на противень, потому что, ну, как мне ее уложить? То есть, круг у тебя удобный, у меня нифига неудобный круг. Короче, это наш величавый гость Максим, сударь-боярин. Оцени, как тебе? А ты что, иди сюда? Чего ты там лазишь где-то? А это Алексей, иди сюда, Алексей, ты далеко слишком. Смотри, как ты думаешь, где чья вообще? Какая тебе нравится больше? Давай начнем с этого. Вот где сыра много, говорит, Данила. Ты говорил мне сегодня, что мы пойдем кушать твою очень пиццу. Да, невкусно? Вот, значит, она вот здесь. Потому что здесь я вижу хороший, нормальный покупной коржик хотя бы. Мы вам запихиваем это, открывай духовку. Я сейчас вам предлагаю сломать сегодня ваш Версус Баттл. Остались еще ингредиенты? Нет. Мы с тобой сделаем свое. Она не готова? Она еще не готова. Ты на сколько градусов поставил? 2011 градусов? Ты на 2011 градусов поставил? Не, ну и 2250 градусов. Смотри, что получилось. Это типа пицца моя. Первая пицца, я не знаю, понравится на гостям. Нет, давай попробуем порезать. Очень много начинки получилось. Ой, Димина, твоя пицца получше получше. Ну, она опять выиграла, короче, понятно. Пицца Димона выиграла. Самоспешный, конечно же, сегодняшний вечер. Я надеюсь, что гостям полагается по рулону бумаги после этого, конечно же, обязательно. По своему личному пространству. Два наследствия – отлично. Это рулетик. Где реальная начинка? Тут один сыр, дядя. Ну, так и должно быть. Это же пицца 4 сыра. А, ну да, клава. И что, как по вкусу? Ну, я тебе скажу нормально. Ммм. Вроде нормально по вкусу. Какие еще ингредиенты? Все. Сыр, тесто. А что нужно еще? Как интересно. То есть ты 5 часов готовил сыр с тестом? Я тесто готовил 5 часов. Она вкусная. Ну, типа, нормальная пицца? Ну, да. Ребята, 5 часов, и получилась нормальная пицца. Я сделал нормальное тесто, прикиньте, сам. Давай, пробуй, Морг. Все, короче. Ну, а вообще какая-то жирная. Есть игра фрисби, короче. Я пару слов. Подождите, пока мы попробуем Даниловскую пиццу. Я вам... А, кстати, можно такое название дать. Даниловская пицца. Это Даниловская пицца? Нет. Это пицца-медалист 5 звезд. Она кожа Димона Змитрия. Кожа по бокам. Мне пицца, твоя вкус. Напоминаю, знаете, какую тему? Когда на батон кладешь сыр в микроновку засовываешь и вытаскиваешь. Так вот ты сказал великим. Боже. Что то, что это? Но, если бы честно... А мне нравится. Если бы это все совместилось бы, начинка туда сверху. Да, я бы вот съел вот такую, значит, я бы покайфовал. Я чувствую, какой-то сыр дешевый. Принку с дешевого сыра. Да, я говорю... Какой-то колбасы. Да, колбасы дешево переплавленные. А мне корж не понравился. Корж сухой в этом безумно. Корж безумно сухой. А это есть не... Нет, ты красавчик, постарался. Девушка, говно согласен. Ребят, ну что же, на этом все. Это была битва блогеры на кухне. Как тебе ролик понравился? Пиши в комментариях. И свою идею можешь предложить в комментариях, что приготовить в следующий раз. И хочешь кого-то увидеть, тоже напиши в комментариях. Всем пока и до скорых встреч.